Про это мне никто не говорил Здравствуйте! 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 Мы рады видеть вас! Рады как первый путь! А мы поехали! На экскурсию! Итак, мы представляем единственную экскурсию своего рода в городе Омгу. Сейчас мы встанем на самой высокой площади левого, берега их душа и наблюдаем беги к праву. Так и хочется пробить! Сиреневый туман окнами проблевает! Да, вместе с собой функционируют бесправно. Романтики в ходе отбавляют. Следующая точка — это Омское метро. Строители, яма — всё на месте. В 2020 году поедет. Поэтому что стоит жить, чтобы увидеть? А мы идём дальше. Мы идём дальше и видим пушкинскую библиотеку. Библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. В ней хранятся неизданные рукописи самого Сергея Борисовича Криха. Но кто это — я не знаю. Итак, мы продолжаем. Это памятник Жукову. Памятник Маршину Жукову. Сейчас это место подсорки последних шести эмо, оставшихся в живых в прошлом дня десантника. Пяти эмо. Итак, конечная точка. Ну, наконец-то. Остановка — госпиталь. Налево — госпиталь. Направо — в гороадминистрации. Здание иногда путают. Потому что в гороадминистрации больных больше, чем в госпитале. Спасибо, Дим. А у нас, как ни странно, своя игра. Анатолий Монцерман наконец-то ушёл в армию. И у нас в гостях — мужчина, бесспорно мужчина. Тот из исторических наук профессор Дмитрий Андреевич Алисон. Человек, который считает, что в 71-м году трава была зеленее, солнце светило ярче, а лежачего никогда не биле, а не гнорировали. Здравствуйте. 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 Выбирайте, пожалуйста, категорию. Я выбираю категорию «Сталин 200». Почему вы выбирали категорию «Сталин 200»? Потому что до Сталина пили по 150 граммам. А после Сталина жить стало лучше, жить стало веселее и стали пить по 200. Даже дружные владельцы. Итак, как не странно, вам остается что? Кол в мешке. Отличный советский кол. В отличном советском мешке. Расстреливали? Нет. Что за делись? Они же сами себя расстреливали. Дмитрий Андреевич, пора прекращать этот абсурд, и ваш выигрыш составил 200... Рублей. Советских? Именно. Советских. Отлично. Пойду кормить своего нового советского кота. Кто, так сказать, за 2,20? Кто, так сказать, за 2,20? Отлично. А теперь продолжение тупой серии фильмов 18.14 и 16.12. Каждый день в 12 часов 35 минут она спускается за летой. Она выбирает себе поесть. А затем ешь. Она редактор, и по библии её Казарет. Смотрите, каждый божий день в столовой ОМДУ. Триллер 12.35. А если в зале присутствуют так называемые газеты, так называемые корреспонденты, так называемые газеты Омский университет, можете танцевать. А мы за вас статью напишем. Итак, выходит новый номер нашей любимой газеты Омский университет. О чём ещё мы будем писать? А давайте напишем про заседание правкома. Нет, ну мы же писали про заседание правкома в прошлый раз. Нет, 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 подождите, ну как же мы писали заседание правкома? Хорошо. А ещё мы напишем про посвящение ИСПАКа. И напишем так. ИСПАК – это большая и дружная семья. И все были счастливы. Шутки от команды по культе, нескончаемые струёми, лились со сцены прям в открытый зал. И все были счастливы. Да, так мы и будем. А что же мы напишем в следующем номере нашей любимой газеты? О заседании правкома. Да, и посвящении ФИЛ ПАКа. А что мы напишем о посвящении ФИЛ ПАКа? ФИЛ ПАК – это большая и дружная семья. И все были счастливы. Ух! 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 Средние новости! С нами было принято решение о возноздании Снежинки. Ух! 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 Музыкальная пауза. Ух! 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 Добрый вечер, добрый вечер. Мы ведем свой репортаж с матча преподавателей и студентов ОМГУ. Сегодня преподаватели поддерживают Ольга Николаевна Симе. С плакатом «Если наши проиграть» всех студентов отчисляют. Итак, печем Артон Вадимович Клешников. Он отходит одного, второго, подписывает на суток, вторую, третью, проводит бодрую лекцию. Да, Артон Вадимович в матриничной форме. Безыдал Чарнинкотову. Дима Владимирович. Я не буду этого говорить. Дима, мне эксамер в этом смеси сдавать, а дальше так с Паеву. Крусовую. Виктор Владимирович Миродов. Филигранная техника. Филактический дриппер. Прекрасно выглядит Виктор Владимирович на футбольном поле. Да, Милова вообще красавчик в этом смеси. Это точно. Передача Александру Васильевичу Хрякову. Он находится в отличной форме. В отличной форме баварских и баваров. Шляпа, спирог, рубанка, поворотка и шорды на подтяжках. И два бокала отличного бюстинского пива. А за рулем пить нельзя, напоминает Александру Васильевичу. Медалий Валерьевич с коробьем. И мастерски, выкладывая оба бокала, бежит к трепуте болельщиков. Тем более, в составе синий капитрайф на грампе. Всегда готовы поддержать любого участника соревнований. Нам похоже, Медалий Валерьевич, и возничество. А значит, что матч ускончен. Благодарим за внимание. Ремейк катастрофического фильма «12». Фильм «3». Вы, конечно же, знаете, наше решение должно быть окончательным. Поэтому мы должны проголосовать едино-властно. Да, да, да. Итак, я прошу поднять любите тех, кто за то, чтобы идти на эту базу. Едино-властно, все, пошли тут. Нет, подождите, так нельзя. А кто за то, чтобы не идти на эту базу? Простите, а вы сейчас за что голосовали? А вы что, не поняли? Мы сейчас голосовали за то, что вы, студенты, не должны идти на эту базу. Вы не поняли? Нет, нет, я все понял. Я против. Против того, чтобы мы шли на эту базу. То есть, как против? Вы понимаете? Если бы я проголосовал за, то было бы то и за, и мы все бы пошли на эту базу. Ну так это же хорошо. Да, но там какой-никакой преподаватель. А вы, собственно говоря, что хотите? Ну, поговорите. Хотя бы поговорить. Понимаете? Вы идите на рынок покупать арбуз. И продавец он упорно говорит, что он спелый, вкусный и красный. Но ведь пока его не принесешь домой, пока его не разрежешь, очень тяжело понять, какой он. Но ведь тут же не арбуз. Тут же и сидите лекция. Арбуз, в конце концов, можно выкинуть на побои. Да ладно? Что вы? Вы посмотрите, что вокруг. На улице. Бэнтли, шмэнтли, столовая свадьба какая-то идет. Даже не посидишь. Фейерверки пускают. Лекция всего лишь в трех минутах ходьбы от библиотеки. Ну, что? И что? Это же не углу. Это, я не знаю, это казино, ресторан, бар, котель. И я здесь себя чувствую, как в гостях. А лекция? А лекция-то тут при чем? Лекция, лекция. Вы пытаетесь на ней не пойти? Но мы никогда на ней не хотим. Тем более хорошо, молодой. Хорошо. Я выслушал все точки зрения. Вот видите тот хаммер возле столовой? Он стоит там уже сто лет. И все так, и все так же. Ну, что? Садков? Садков! Садков! Каждый на Испании побывал только один раз в библиотеке, а некоторые даже два раза. Смотри, смотри, клиент пришел. Привет! Иди обслуживай. Я пойду. Ой, первая школа. Первый курс. Ага. А что хотел? Книжку. Книжку? Давай требования. По тебе видно, что ты первый курс. Что хотел? Ахзиология? Да. Лучше бы рукопашным боем занялся бы, а не архиологией. Да. Девочки, девочки, что за шум сзади? Потише. Мальчики, работаем. А я вообще надо на штангу отрел взять. Мелочь есть? Да, два рубля есть. Давай сюда и проваливай. Эй, закомплексованы. Штаны с улыбкой. Мишки свои не забудет. Амонский. Амонский. Прошел долгожданный день пора. А ведущий нашего мероприятия, Ваня Логинов. Вань, а Вань? Да. Хочешь семечек? Хочу. На! Вань, а Вань? Да. Вань, а Вань? Не хочу. Маль, а Вань? Да. Вань, а Вань? Да что? Чтоб жизнь Мариной не казалась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Искровётные ритмы, которые перемещаются в двери аудитории к её окну, значит, вы находитесь на лекции Юрия Петровича Родионова. Если вы на ЭСПАГе косите от армии, значит, вы один больший чудакон. Если вы выходите с лекции с чувством полной неполноценности, вы были на лекции Сергея Ларитовича Клика. Если вы не знаете жизнь, творчество, тайные пристрастия и фантазии Лапана Нелевского, значит, вы на лекции Валентины Павловны Курзук ещё не ходили. Если вы ведёте себя вот так, найдите канал, в колумы, значит, вы сдали античность, а раздали античность и вон у вас в гармонии. И ещё, если во втором корпусе вы на ступеньку выше другого факультета, значит, вы и в парке. Любите друг друга, да так, чтобы с утра не было античность. Как говорят человек из украшения на вашей группе отрасли на слабой стюзе, люди приходят на посвящение гимнедианам и хотят увидеть их шоу. А мы не согласны третисотки в самодеятельности в столбурной подачи, чтобы хоть как-то поставить положение. Валентина Павловна Курзук Валентина Павловна Курзук Валентина Павловна Курзук Валентина Павловна Курзук